Фитохимические исследования здоровья быстро растут в современном мире. И существует много споров вокруг них. Но я думаю, что, возможно, неплохо было бы пройтись вместе по этой теме. Что такое фитохимикалии? Фито — это растение, химикалии — это химикалии. Так что фитохимикалии — это значит химический состав растений. Это как бы в двух словах. И в растениях, помимо белков, жиров и углеводов, есть еще много этих фитохимикалий. И некоторые из этих фитохимикалий — антиканцерогенные. Они борются с раком и предотвращают болезни. Так, например, фитоэстроген — это очень важная фитохимикалия. И много растений содержат фитоэстроген. Не смущайтесь. Фитоэстроген — это не то же самое, что обычный женский гормон — эстроген. Женщины вырабатывают эстроген, и мужчины, потребляющие фитоэстроген, не становятся вдруг женщинами. Абсолютно нет. Эти химикалии похожи на эстроген, но это не то же самое. Когда, например, у женщины наступает менопауза, у нее возникает целый ряд симптомов, которые истощают ее, и поэтому она идет к доктору, и доктор ей назначает гормональную терапию. Так или нет? Он ей прописывает эстроген, чтобы заменить натуральный эстроген, который выбыл из организма. И что затем происходит? Происходит обеспечение синтезированным или выделенным эстрогеном, чтобы заменить потерю. И было обнаружено, что такой эстроген — канцерогенный. И поэтому риск заработать рак груди сильно повышается, когда принимаешь такой тип эстрогена. Растения тоже содержат природный эстроген, не такой, как эстроген млекопитающих, но он борется за места связывания, и довольно странно, этот антиканцерогенен. И поэтому и женщинам, и мужчинам необходимо иметь фитоэстрогены в своем рационе. Польза для здоровья от диеты, насыщенной фитоэстрогенами, включает, например, предотвращение рака груди. Джентльмены, если вы думаете, что это применимо только к женщинам, рак простаты, а также другие виды рака, предотвращаются фитоэстрогенами. Болезнь сердца, инсульт, остеопороз, симптомы менопаузы, заболевания головного мозга, связанные со старением, альцгеймер, и все эти могут быть надолго задержаны фитоэстрогенами. Алкоголизм. Если вы алкоголик и хотите преодолеть негативные эффекты, фитоэстрогены могут помочь. Воспалительные заболевания, такие как ревматоидный артрит, все они облегчаются диетами, богатыми фитоэстрогенами. Поэтому вам стоит включить их в свой рацион. Они то, что мы называем природными кирпичиками. Дисбаланс эстрогена сильно связан со многими западными заболеваниями, включая болезнь сердца, рак груди, рак простаты. И избыточный эстроген, это обычный эстроген, тот, что выписывают при гормональной терапии, например, может содействовать росту рака. Этого надо избегать. Итак, что же могут сделать женщины, чтобы иметь нормальный, относительно нормальный образ жизни, вступая в годы менопаузы, без принятия всех этих лекарств, от которых столько проблем? И что такое фитоэстрогены? Вот небольшое определение. Фитоэстрогены — это молекулы природных растений, похожие по форме и размеру с эстрогенами человеческого тела, но не идентичны. И из-за этой небольшой разницы они не имеют всех эффектов эстрогена. И оно и к лучшему, так как некоторые из эффектов эстрогена могут быть опасны. Итак, каковы их действия? Они помогают избежать слабоумия. Это касается людей, которые не могут вспомнить что-либо. Недоразвитые, потеря памяти, болезнь Альцгеймера, проблемы с познавательной способностью, алкоголизм, проблемы иммунитета, а также симптомы менопаузы, приливы жара, симптомы менопаузы, эндометриоз, остеопороз. Все это может быть отсрочено фитоэстрогенами. Рак простаты, кишечника, груди, лейкемия, все основные виды рака, рак кожи, воспалительные заболевания, болезни почек, сердечно-сосудистые изменения. Как видите, область распространения очень широка. Не так давно, из-за названия фитоэстроген, вышло несколько статей, предполагающих, что растения, насыщенные фитоэстрогенами, как, например, соевые бобы, могут вызывать проблемы и болезни. Конечно же, правды в них нет. И заслуживающие доверия ученые по всему миру признали, что это надувательство, имеющее с целью сбить цены на натуральные продукты питания в угоду каким-то предприятиям. Поэтому не стоит верить всему, что читаешь. Если хотите знать точно, какие ключевые компоненты выделены в определенных продуктах, например, брюссельская капуста содержит компоненты, известные как синегрин, а брокколи — сульфорафан, а также дитиолетион и так далее. То есть, все они... Цитровые содержат лимонен, фитиновая кислота в зерновых. Вот некоторые компоненты встречаются в этих продуктах, и они могут действовать на разных уровнях. Они могут препятствовать канцерогенам в их работе, или же если раковый процесс уже запущен, они могут ему мешать, препятствуя распространению опухоли через окислительный стресс, или через простагландины, или через стероиды, или как угодно. Вот маленький список. Чеснок, например, содержит много сульфидов, монотерпенов, тритерпенов, фенольных кислот, травяные чаи, в общем, богаты флавоноидами, глюкоратами, кумарином, фенольными кислотами. Соевые бобы мы видим очень хороший набор, зерновые имеют очень хороший набор, крестоцветные овощи — это все, что семейство капусты. Обычное, брокколи, брюссельское. Все они являются одним из лучших противораковых продуктов питания. Фактически, если бы не капуста, немцев вообще бы не было уже. Зонтичные овощи — это вам морковь, сельдерей, петрушка и так далее. Очень-очень насыщены этими компонентами. Поэтому, да, чеснок, например, по силе занимает первое место в списке. Но если у вас свидание, например, то сходите за крестоцветными, и вы найдете все в семействе капустных, что есть в чесноке. Абсолютно все компоненты. Может быть, не так много, но, по крайней мере, вашего возлюбленного не сдует. И да, вот еще. Цитрусовые довольно хороши. Посленовые — это вам картофель, томаты и подобные. Кстати, мужчины, томаты очень полезные, так как содержат компоненты, противодействующие раку простаты. Поэтому уже начинайте включать томаты. Много томатов в свою жизнь. Тыквенные. Все семейство тыквенных, начиная от кабачков и до чего угодно. Люкрица. Из лакрицы можно делать чай или иное семя. Мы к нему еще вернемся через минуту. Итак, вот ваша антираковая диета. Взгляните на нее. Вот она. Практически все зернобобовые, особенно соя, одна из полезнейших. Африканский режим питания в основном содержится из зерен и бобов. И все. И немного зелени. И у них нет никаких западных болезней, хотя при этом они и урбанизируются. Вот вам зерна, бобы на обычном африканском рынке и никаких болезней. Сегодня одни из сильнейших внезапных вспышек болезней в мире наблюдаются в урбанизированной Африке. Орехи и семена, ростки, все это противораковые продукты. Вот вам противораковый чеснок. Это мощное противораковое средство. Все, что вы видите здесь, и здесь, и здесь, все это антираковые продукты питания. Вас не удивляет, что они не выглядят как таблетки? Это означает, что пора уже на самом деле начинать заниматься своим питанием, а не подменять его на таблетки. И учиться жить с этими продуктами. Итак, лучшие противораковые продукты это чеснок, капуста, лакрица, соевые бобы, имбирь и морковь, сельдерей, пастернак. Средние это лук, травяной чай, куркума, цитрусовые, мука грубого помола, лен, коричневый рис, томаты, баклажаны, перец, и все остальные семейства капустных, кроме собой капусты. И затем можете добавить зерновые и приправы. Итак, вот краткие выводы. Фитоэстрогены и рак груди. Существуют многочисленные свидетельства, что фитоэстрогены защищают от рака груди. А этот маленький график относится к раку простаты. Но рак груди очень похож на этот. Это распространенность рака простаты в Китае, Южной Корее и Японии. В сравнении с Великобританией, Австралией и США. Довольно плачевно. Вот это да. Неужели кто-то сознательно хочет иметь рак простаты? Это не самый приятный рак. Так в чем дело? Почему в Китае, Южной Корее и в Японии такой низкий уровень, а в западных странах вот такой? Рак кишечника. Высокое потребление соевых бобов и тофу на 80% снижают риск рака прямой кишки и толстого кишечника. Фитоэстрогены могут снизить количество крипт. Это такие места, которые, воспаляясь, могут образовывать небольшие опухоли. Фитоэстрогены могут быть эффективной защитой скорее на ранних, нежели на поздних стадиях. Поэтому стоит начать менять образ жизни как можно скорее. и детям стоит научиться любить эти вещи. Вот интересное исследование по раку кожи. Сегодня нам твердят, что солнце становится все хуже и хуже. Пора носить широкополые шляпы. Так или нет? В Австралии вышел закон, что нужно носить широкополые шляпы. Я слышал, что этот закон уже отменили опять. А в чем дело? Потому что люди все больше и больше раком болеют. Вот в чем дело. Фитоэстрогены способны защитить от солнечных ультрафиолетовых лучей. Во время исследований, проводимых американской армией, было обнаружено, что крысы, получившие смертельную дозу рентгеновского облучения, все выжили, если в их питании были фитоэстрогены. В то время как те, что ели обычную пищу, все погибли. Соевый фитоэстроген, генестеин, блокирует рост раковых клеток в мышцах, так называемую меланому B16. То есть в пище присутствует нечто, что предотвращает рак кожи. И это нечто можно найти в соевых продуктах. Отметьте вот этот. Мы еще поговорим о генестеине. Генестеин это очень важный компонент. И во многих случаях он ничуть не хуже замещающей гормональной терапии, которую назначает доктор. Эстрогены оказывают защитное воздействие на мозг. Болезнь Альцгеймера. Существует два основных вида Альцгеймера. С ранним началом, которое поражает где-то между 30 и 70 годами. Я знаю человека, которому всего 40 лет, а у него болезнь Альцгеймера. И его приходится закрывать. Он как ребенок маленький. Он может раздеться и выйти на улицу голым. Тяжело с ним. А ему всего 40 лет. А он когда-то был директором школы. И похоже, что она генетическая, часто семейная. Чаще Альцгеймер встречается в преклонном возрасте, имеет случайный характер. И у женщин встречается примерно в полтора раза чаще, чем у мужчин. И, судя по всему, чаще у людей, живущих в городской, нежели в сельской местности. Почему? Это вопрос питания. Но почему чаще у женщин, чем у мужчин? Видите ли? Женщины имеют высокий уровень эстрогена. Но когда они стареют, когда у них начинается менопауза, их уровень эстрогена падает. Они падают духом, переживают симптомы менопаузы, и затем получают от докторов замещающую гормональную терапию, которая канцерогенна. В общем, картина эта очень печальна. И из-за того, что гормональный уровень сильно падает, защита, в которой мозг так нуждается, то есть эстрогены, снимаются, и склонность к болезни Альцгеймера увеличивается. У мужчин тоже есть эстроген. У нас есть все, что есть у женщин. У нас просто уровень не так высок, как у женщин, но мужской уровень эстрогена не падает на протяжении всей жизни. Он остается относительно постоянным. Поэтому нам в старости нет периода, когда уровень эстрогена вдруг падает. Отсюда и защита против болезни Альцгеймера у мужчин. Рак матки снижается на 54%, если ваше питание насыщено фитохимикалиями. Рак желудка. В регионах Японии с высоким потреблением тофу, например, рак желудка имеет самые низкие показатели. Если они едят много соленой рыбы, например, то часто болеют раком. Если едят много тофу, то рака у них нет. Они также усиливают антиоксиданты, например, витамин С, витамин Е. Фитоэстрогены также сами действуют как антиоксиданты и предотвращают нас от накапливания плохого холестерина, также известного как липопротеина низкой плотности. Это очень-очень хорошо. Они также улучшают эластичность кровеносных сосудов. В кровеносных сосудах есть мышцы и всякого рода слои, и они всегда должны быть эластичными. По мере старения в них откладываются жиры, и эластичность снижается. Но если в вашем рационе присутствуют фитоэстрогены, то чувствительность сосудов может даже полностью восстановиться. Обычно, по мере старения, из-за того, что сосуды становятся все менее эластичными, кровяное давление начинает увеличиваться. Но если в вашем рационе есть много фитоэстрогенов, то кровяное давление может оставаться низким. И это очень-очень приятно, иметь низкое кровяное давление. Низкое давление вредно, когда встаешь, и голова кружится, и не понимаешь, что происходит. Но если голова не кружится, то низкое давление означает, что ваши кровеносные сосуды все еще эластичнее. А это хорошо. Фитоэстрогены также помогают костям. Как и эстрогены, они снижают растворяющую активность остеокластов. В ваших костях есть два типа рабочих клеток. Первые — это остеобласты, которые откладывают кальций в кости. Другие — это остеокласты. Они выводят кальций из кости. Таким образом, если в вашем рационе есть фитоэстрогены, те, что разрушают кость, становятся менее активны. И вы не так быстро теряете кальций из костей. Менопауза. Меньше приливов жара, сухость половых путей, уровень холестерина, холестерина, кости, состояние кожи, деятельность мозга — всему этому содействуют фитоэстрогены. При наступлении менопаузы уровень эстрогена у женщин падает на 70%. И поэтому им назначают замещающую гормональную терапию, как я уже говорил, у которой много побочных эффектов.